Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодняшнее видео абсолютно не для всех, а человек для 20, которые работают на печных заводах, на домоходных заводах и на заводах, которые производят бани. Именно для тех людей, которые добавляют материальную ценность нематериальным активам компании. К бренд-менеджерам и к маркетологам. Всем остальным видео будет неинтересно, так что смотрите что-нибудь другое. Честно говорю, не надо лайков ставить этому видео, не надо писать комментарии, не нужно никоим образом его продвигать. Это очень узкоспециализированное видео. Ну что ж, я надеюсь, что все, кому это видео не посвящено, стали смотреть что-нибудь другое. Но и остались только мы, коллеги, элита, маркетологи. Итак, обращаюсь к вам. И вот по какому поводу. В конце 90-х, в начале 2000-х, я даже не помню, когда это было. Это было очень давно. Но я работал проектным менеджером в отделе маркетинга одной известной спортивной компании. Поэтому сегодня будем говорить про небольшие такие... А на самом деле, ладно, гоню. Пипец, какие важные и большие вещи, которые внедрены во всех спортивных компаниях и во всех компаниях, которые занимаются бытовой техникой. А у нас вообще нет. Отличайся или сдохни, говорил Котлер. Чем одна печь отличается от другой печи, к примеру. Или одна каркасная баня отличается от другой каркасной бани. Конечно же, есть производители, которые делают ярко заметная, отличная конструкция. Но в основном это какая-то более или менее стандартная продукция, которая может отличаться какими-то небольшими изменениями от одного производителя до другого. И когда высококонкурентная борьба идет, а наш печной рынок, или там каркасный рынок, или рынок бань-бочек, или рынок дымоходов, он высококонкурентный. Надо внедрять именно те вещи, которые внедряют другие рынки. А именно технология. Это та вещь, которая имеет определенное название, и на конце у нее стоит либо значок C, копирайт, либо TM, торговая марка. Это не обязательно на патенте, это просто добавленная стоимость. И отличие одного продукта от другого. Итак, когда ты берешь кроссовок в руку и рассматриваешь его, на этом кроссовке как минимум написано 1-2 технологии. Что такое технология в одежде, в кроссовке? Это какое-то название красивое. К примеру, возьмем Adidas. Я тебе рекомендую открыть Google, если не хочешь пройти по ссылке снизу, просто вбить технологии Adidas, или технологии Demix, или технологии Rebook, или технологии любой спортивной компании. У Adidas порядка от 30 до 50 различных технологий. Что это такое? Вот смотри, пятка каким-то образом крепится к подошве. Это технология, которая определенным образом называется. Или же шнурок заходит не в кругленькую дырочку, а в какую-нибудь ромбовитную дырочку. И эта технология называется... Каждый шаг в изготовлении изделия называется технология. И этой технологией компания гордится. То есть маркетологи добавляют кроссовку материальной ценности, хотя она нематериальная. И говорят, это технология Dorsion, Klimacool. Ну, короче, просто пройти и почитать. То есть у Adidas их настолько много, что бипец. Я просто другие компании даже не стал смотреть. И эти технологии могут называться каким-то пафосным названием словом, а могут называться от слова Adi. Adi Prime, Adi... Там что-то... Ну, их много. То есть вот одни технологии идут под яркими названиями, а другие технологии начинаются на название самой компании. И смотри, я же неспроста все это говорю. К чему-то я это клоню, и вот к чему. Ты можешь пойти к инженеру на заводе и попросить карту каких-то печей. Ну, к примеру, там, банных печей. Понять, что у них есть общего. И эти вещи общие назвать какими-то яркими словами. А то, что у них разное от названия своей компании. Ну, к примеру, ты работаешь на заводе Кагановича, и ты называешь там Каган-Заслонка. Это я утрирую. Я надеюсь, ты понимаешь, что я в юмор, да? Там Каган-Заслонка, Каган-Шибер, там, не знаю, Каган-Стекло, да? А всякие вещи, которые общие, ну, к примеру, дожигатель у печи, да? Он, на самом деле, у всех производителей разный. У кого-то овальный внутри топки, у кого-то сверху V-образный какой-то там швеллер приварен, у кого-то трубочка заходит, у кого-то он из чугуна, у кого-то из нержавейки, у кого-то дожигатель через колосники идет. То есть технологий и дожигателей много, но ваша компания использует какую-то одну технологию, которая применяется на всех печах. И таким образом вы можете говорить о том, что у вас есть эта технология. И когда ты открываешь сайт, карточку товара, то что ты там видишь? Ты видишь то, что ты вот видишь в любом кроссовке Adidas. Не просто описание печи, а какие технологии там применены. К примеру, у вас общий дожигатель стоит, назовите его пафосно. Fire System какой-нибудь, да? То есть Fire System Team или Fire Systems Copyright. Или, да, смотри, на русском это для бедных, на английском для богатых. Если твоя продукция на нижний класс, на средний класс, нижний и средний класс, да, то пиши через «я», «тижице» и все на русском. Если твоя технология применяется в продукции, которая для богатых, пиши обязательно на английском. Это традиция. Следующий момент. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы выделяться. Есть ли у нас какие-то примеры на рынке, которые выделяются? Кто свою технологию расхваливает? Есть такие компании. Ну, вот, к примеру, первое, что мне приходит на ум, это, конечно же, Vortex, TM Copyright by Ferringer. То есть это определенное, вот как там пламя движется, и это есть технология как у Adidas'а Torsion, так и у Ferringer'а Vortex. Дальше. Какие еще технологии приходят на ум? Конечно же, приходят на ум технологии Технолита. У них даже две технологии. Одна технология – это шипы, а другая технология – теплоемкая, теплонакопительная каменка. Мало этого, они же как бы борются с вражескими технологиями, поэтому открытую-накрытую каменку называют закрытой, чтобы цепануть еще и аудиторию, которой прокачанный термин «закрытая каменка» по кайфу, и печь без закрытой каменки они покупать не хотят. То есть там работает суперграмотный маркетолог, на мой взгляд. Дальше. Вы можете мне возразить, да? То есть, Толян, дожигатели, к примеру, используют все. И у нас точно такой же обычный дожигатель. А вот смотри. Слово «пирамидка». Что тебе в первую очередь приходит на ум? Правильно. «Пирамидки» про металл. Не «Пирамидки» технолита, а «Пирамидки» про металл. И кто первый столбит, тот и красавчик. Ну вот, к примеру, шишки. Вот что тебе первое в голову приходит? Конечно же, шишки технолита. Но только старики знают и помнят, что есть компания, которая шишки выпускает аж с начала двухтысячных годов. Это, насколько я помню, Рубцовск. Да? Вот они шишки придумали. Но они, ну, совсем в маркетинге ни разу нет. Поэтому для обывателя шишки – это вот технолит. Поэтому, вот несмотря на такие вот подмены, замены, это вот все наша работа маркетологическая. Это очень важно. Почему это очень важно? В начале двухтысячных годов была компания «Спранди», которая чем отличалась? Тем, что она брала прошлогодние дизайны кроссовок у ведущих лидеров и делала эти кроссовки намного дешевле. Но дизайн был один в один там. И ее звали «Первичная вторичность» у нас в офисе, когда я работал на спортивную компанию. И старались продвигать именно, когда торговые представители общались с закупщиками в магазинах, они говорят «А вот у «Спранди». Да «Спранди» – это «Первичная вторичность». То есть, понимаешь, насколько это важно – застолбить технологию, которую используют все, назвать ее каким-то определенным именем, дать ей имя, обозначить, сказать, что это «наше» и продвигать это «масса». А иначе нахрена вам зарплату платят? Ну, не мне, да, а вам. Ну, смысл какой? То есть, не в изготовлении там ручек, воблеров, шелфтокеров и прочих календариков. Теперь поговорим еще немножко про нейминг. Ну, вот, к примеру, закрытая каменка. Она есть у всех производителей, да? Только она различается от закрытой каменки к другой закрытой каменке. К примеру, я тот человек, который вводит терминологию, то есть, никто же не скажет то, что я первый придумал назвать определенный тип каменки ведерного типа погружной. Толяна-то или барабанного типа. По-моему, это я. То есть, вот есть каменка барабанного типа, есть погружная ведерная. То есть, человек уже понимает, барабан это вот такая вот каменка приплюснутая с бока, погружная, это ведро, которое ставится вниз, да? Ну, вот я это ввел. Просто мне нужно же в видео как-то описывать терминами, какая каменка отличается от другой. Но тебе, как работнику завода, к примеру, я рекомендую отстройку делать своей закрытой каменки от других производителей. Назови ты ее, не знаю, Слеза Ефремова и дай сказку. И тут мы с топорнем рассказываем, что такое сказка. Ну, вот, к примеру, у нас есть же производитель печей, который производит печи очень давно и говорит, что эта отопительная печь была придумана канадскими лесорубами. И именно эта сказка о том, что она была придумана канадскими лесорубами, печаталась в газетах, по всем медиа рассылалась, да? И в глазах обывателя, покупателя, эта отечественная печь с иностранным названием является иностранной печью, которая придумана аж в Канаде лесорубами. Люди, которые разбираются в тепле, ее придумали. Итак, Слеза Ефремова или там, ну да, пусть будет так. Я не знаю просто какое название дать, мне за это деньги не платят, а просто раз, сказку. Это каменка, когда Ефремов туда поддавал воду, а это видео не вошло, но там стояло десяток человек, Ефремов расплакался, говорит, я-то думал, что лучшая там печка, это один бренд, а эта печь, блядь, я просто реву от счастья, это лучшее, что я пробовал, да? И вот эту вот сказку можно внедрять. Как внедряются сказки? Это не обязательно видео, это может быть сарафан, это все само по себе разойдется, но можно это и внедрять на видео. То есть со сказками, я объяснил, что это такое, как это работает, появляется. Второй момент. У нас есть, ну вот, какие-то лидеры мнений, которые говорят про какую-то технологию, да, которые они рекомендуют. И вот у нас, допустим, появляются печи, у которых организован подсос воздуха, да, определенный. Все это внедряет кто? Конечно, бояринцев, но ты не можешь назвать эту технологию бояринцев ТИУМ, потому что он скажет, ребят, вы офигели, что ли? А это самое, и это логично, он придумал, и это самое. Но ты можешь аккуратненько обойти это и назвать Борисыч копирайт. То есть у нас система Борисыч, которая отличается от всех других тем, что она сделана усиленного диаметра, улучшенного засасывания, блин, все что угодно. Ты маркетолог, конечно, в итоге тебе, блин, деньги платят за то, что ты такой же сказочник, как и я. Ну, печи, это вообще самое простое. Возьмем, ну, что-то, ну, ладно, не будем касаться дымоходов, бань, просто делайте аналогию. Ну, кто-то скажет, но есть какие-то вещи, которые у всех одинаковы. К примеру, сварка. Нет! Нет, братан, сварка, электроды разные, какие-то вот эти вот сварочные аппараты разные. Итак, ты же сам видишь на моих видео, что один завод кладет шов вот так криво, у другого шов идет прямо, у другого такими красивыми наплывчиками. Ну, возьми-то, назови свою сварку, что это сварка по определенной технологии. И гордись этим, и выписывай это на сайт. То есть вот наш шов, ну, вот, к примеру, какие мы используем технологии. Шов Кагановича, да? Например, ты работаешь на заводе Кагановича, шов Кагановича, и показываешь фотографии, да? Фотографии, как выглядит ваш аккуратненький шовчик. И рядышком швы наших конкурентов. То есть вот это наш плюс. И рассказываешь про эту технологию. Мы используем сварку только такими-то электродами, только такие-то аппараты, только в такой-то среде. То есть вываливаешь информацию на человека. А человек что видит? Он видит печку и видит технологии рядышком. Я имею в виду сайт, да? То есть технология Борисыч, технология Слеза Ефрема, технология Каган Шов, и еще ряд технологий, на которые ты можешь кликнуть и почитать, что это за технология такая. в банях в производстве, в производстве домоходов. Все это можно внедрить. Для этого тебе нужно обратиться к технологу и своим мозгом вместе с его мозгом разложить технологические процессы и просто их обозначить. Процесс первый, процесс второй, процесс третий, процесс четвертый. И потом дать красивое название. Не обязательно патентовать. Хотя можно и запатентовать. То есть я очень боюсь, что меня смотрят сейчас не только маркетологи, а простые люди, которые вот в нашей специальности вообще зиру. Говорят, что он несет, блядь, что он... Братаны, просто вы поймите, вот сейчас, погодите-ка, моментом. Во, снял с себя кроссовок, да? Видите? Dry, черт, блин. Drop. Видите? В технологии какая-то Drop написано. Это всего лишь навсего дешманские кроссовки от этого, календжи, да? Декатлоновские. Видите, везде, там, где сверхконкуренция, используются вот такие вот методы описания технологий. Даже если технологии очень близки, близки, ну, кроссовок Reebok, кроссовок Adidas, да? Ну, что там ты придумаешь? Ну, они каждую вот шовчик обозначают технологии. Я считаю, это нужно внедрять, потому что отличайся или сдохни. А иначе как? Вы сами уже видите, 200 печных заводов. Каждый делает, ну, ассортимент из 10-15 печей. У каждой печи теперь и каменка закрыта, и дожигатель, и стекло, и то, и все. То есть отличайтесь от других. Отключайте свой мозг. Тем более вы же не просите от собственника завода денег. Дай нам денег, мы что-то купим и что-то сделаем. Нет. Вы сначала делаете, то есть придумываете, визуализируете это, а потом уже говорите, вот мы придумали то-то, 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 будь добр, дай нам денежку. У кого-то, ну, опять же говорю, те, кто люди, которые, ну, меня не знают, или вообще не в теме, а не в теме, что Толян-то такой умный, блян, да, а что ты сам не пойдешь на завод? У меня просто вот другие задачи в этой жизни, я просто вот вижу уже, понимая, что нужно внедрять технологии. Вот. То есть, ну, мне так кажется, я настолько разжевал тем, рассопливил ее, муслякал, обсусолил, что, в принципе, осталось только последнее рассказать. У спортивных разных заводов, да не только заводов, есть внедрение некоторых вещей в массы. Ну, к примеру, возьмем 90-е годы, да, спортивные. Что помнят люди? Ну, помнят, конечно же, мальчишник, да, группу. Что они делали, ну, скажем, прямо рекламировали. Ты становишься выше, ты становишься быстрее, ты тянешь номер один. В кроссовках фирмы Би и Кей. Чикса твоя довольна будет, если рядом с ней ты будешь идти в одежде фирмы Би и Кей. Адидас что делал? Ну, был бы жив Тургенев Вася, бегал тоже в Адидасе. Солнце светится высока, Адидасам жизнь полна. У вас, у заводов вообще ничего, вот такого нету. Ну, в общем, все, что говорить? Ну что, посмотрели? Спасибо атмосфере. Спасибо атмосфере.